Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Замыкаем мы предпоследнюю торговую неделю уходящего года, продолжаем следить за теми трендами, которые разворачиваются на финансовых рынках, и продолжаем констатировать, в принципе, присутствующую позиционную слабость рисковых инструментов и соответствующее укрепление позиций американского отбока. Пусть в последние дни оно не так выражено, но мы понимаем, каким потенциалом, в принципе, обладает этот инструмент, понимаем, какие события грядут впереди уже в начале 2017 года, и понимаем, как легко американец может тут же конвертировать и, собственно, заложить в собственную стоимость этот самый фундаментальный потенциал и, скажем так, актив для роста. Начнем мы сегодня, давайте, на позитивной ноте, поскольку у нас еще две инвестиционные идеи, наконец-таки, коснулись в наших профильных ориентировках, это по австралийцу и по канадцу. Надеюсь, что вы присоединились заранее к этим сделкам и смогли получить свой долгожданный профит. То есть, два сырьевых актива вынужденно просели под впечатлением от силы американца. Ну, там были, конечно же, и локальные фундаментальные факторы, мы о них чуть позже поговорим. Самое важное, мы добрались по австралийцу против доллара до отметки 0.72, по канадцу против американца ушли снова выше сопротивления 1.35. И, по сути, у нас осталось несколько всего лишь идей, которые бы хотелось, конечно же, реализовать также до конца этого года, но сейчас шансы на это уже не так и высоки, поскольку времени все меньше и меньше, да и цели по ним у нас довольно-таки серьезные, вспомнить тот же самый евро, доллар и паритет. Начнем давайте все-таки по порядку. Сегодня у нас отсутствует негатив лишь только на рынке черного золота, ну, негатив для тех, кто вместе со мной ставит на расснижение. Никак мы не можем получить тот самый импульс, который будет подхвачен по следующими торговыми сессиями. Вот, кстати, после того, как в среду у нас вышел отчет по запасам нефти, когда мы увидели, что Минэнерго США сообщило о том, что запасы увеличились, это, на самом деле, серьезный фундамент, которым можно было бы оправдать коррекцию, наблюдали ее в рамках дня. Ну, вот четверг, открытие с ГЭПом вверх, и даже несмотря на то, что большую часть торговой сети БРЭП и WTI находились под давлением, все равно к концу дня смогли выбиться в плюс. Сейчас котировки 55-57, и мы снова грезем с вами тем, чтобы БРЭП все-таки провалился ниже планки 50, соответственно, 4 доллара за баррель и пошел ниже, поскольку еще от нефти зависит другая инвестиционная идея, связанная с революцией курса российской валюты, нам бы хотелось здесь уже реализовать обе идеи, вот так вот совместный сообщение. Почему нефть вчера выросла? Вот, на самом деле, я активно изучал все, что происходило на рынке, но самая убедительная версия, уж не знаю, насколько она будет убедительная для вас, для меня лично нет, но это идея, которая на рынке есть. Кстати, рост носил фундаментальный характер, во-первых, он был связан с выходом сильных данных по ВВП США, которые, вы знаете, третий квартал, окончательная оценка, ВВП выросла на 3,5%, это гораздо лучше, чем прогнозировалось, и очень отличное завершение квартала, на самом деле, это, по-моему, лучший квартал за последние 2,5 года, уж точно. И, прежде всего, вчера еще вышла статистика по запасам газа, запасы сильно опросили, и оба вот этих 2 фундаментальных фактора трейдеры использовали, чтобы, скажем так, реанимировать идею того, что спрос на внутреннем рынке США по-прежнему значительный. Этот спрос может компенсировать то снижение, на которое мы с вами делаем ставку, точнее, спрос может компенсировать тот рост добычи, который продолжает набирать свои обороты, и, конечно же, каждый раз, когда мы анализируем с вами статистику от Бейкер-Хьюз по количеству терминалов, мы делаем оправданный, мне кажется, вывод, то, что рост числа терминалов должен способствовать увеличению, соответственно, и выборки производства в рамках американской экономики. Как бы то ни было, в целом тот фундамент, который имел место Бейкера, именно в таком ключе и интерпретировался, мне он кажется абсолютно неубедительным, поэтому я вам просто его озвучил, и, скажем, в догонку продолжаю делать акцент на последние сообщения Ливии о том, что они снова вернули к работе те терминалы, которые ранее из-за, собственно, конфликтов были блокированы, то есть не функционировали, соответственно, не могли позволить нам говорить о росте добычи со стороны этого ближнего и восточного государства, и когда только они были снова введены в эксплуатацию, соответственно, мы помним то, что Ливия, в принципе, пригрозила всем рынку, ну, если можно так сказать, что стоит вообще мировой экономике рассчитывать на то, что они имеют достаточно мощностей, и не просто даже в плане ресурсных возможностей, а то, что у них серьезные планы, которых они сейчас не будут отказываться, это поднять производство примерно на 270-300 тысяч баррелей в сутки уже к концу первого квартала 2017 года. Ну и статистика Baker Hughes сегодня у нас будет замыкать, по сути, торговую сессию в 21.00 по Москве. Я, как и раньше, жду прироста, высокие цены на нефть, на другие, скажем, тенденции нас, в принципе, не могут настраиваться. Ждем еще один локальный фактор. Числительность статистики сейчас очень высока, и надеюсь, что все-таки бренд завершит неделю на минорной ноте, и мы сможем с хорошим настроением завершить неделю, еще получив какой-то сигнал потенциальной дальнейшей коррекции и на рынке черного золота. Рубль против американца 60.92, как и раньше, ждем слабости нефти, не вижу я сейчас возможностей и каких-либо серьезных аргументов в пользу того, что рубль будет крепчать. Ну, если только бренд улетит выше 60 долларов за баррель, ну, как вы знаете, зная меня прежде всего, я вообще даже не хочу говорить о таких немыслимых уровнях, которые даже при всем уважении к соглашению вряд ли могут быть достигнуты. Доллар против японской иены. Вчера, как вы знаете, рынок просто пестрил макроэкономическими визами, данных было очень много, в частности, большая часть из них касалась, опять же, американской экономики. Это первичные заявки на пособие по безработице 275 254. Даже несмотря на рост, показатели ниже 300 тысяч, значит, мы говорим о прогрессе и позитиве. Личные расходы выросли на 0,2%, да, это хуже, чем оценка прошлого периода на 0,4%, но все равно со знаком плюс. И мы говорим о росте потребительской активности. Годовые данные по ВВП здесь мега позитив, поскольку 3,5% окончательного оценка при росте в третьем квартале, как я уже отметил, является подтверждением самого лучшего квартала за последние несколько лет. Американская экономика продолжает набирать обороты, и основной вклад в такой показатель ВВП внесли, конечно же, активности со стороны потребителей и вообще рост потребительской активности, рост роничных продаж, что в целом было вполне также ожидаемое по факту роста заработных плат США, о чем мы говорили после того, когда анализировали последний отчет по Nonfarm Perls. Поэтому в целом макроэкономическая картина продолжает радовать тех трейдеров, которые ставят на рост американцев. Но вот вчера мы особо не увидели, чтобы этот макроэкономический позитив был заложен в динамику пары доллар-японской. Возможно, это было связано с тем, что трейдеры уже насытились этим ралли, которое случилось. Трейдеры прекрасно понимают то, что рождественские праздники вот-вот уже будут, скажем, поднимать нам настроение. И, соответственно, уже получив тот результат, на который даже не настраивались, лучше, конечно же, уже не перетаскивать позиции в новый 2017 год, а взять тот профит, ревизовать его, получить реальные деньги, которые рынок уже отдал. И не мудрить с тем, что ралли будет продолжена дальше, и, соответственно, этот ралли может завести пару гораздо выше текущих значений. Я не хочу делать акцент на то, что сейчас пара USD-иенов впадает в спячку перед рождественскими праздниками. Более того, я хочу сказать, что у нас впереди еще целая неделя. Да, не будет никаких интересных отчетов, да, торги будут низколиквидными, но низкая ликвидность торгов, она подразумевает возможности колоссальной волатильности даже при появлении какого-то незначительного новостного события. И поскольку рынок, в принципе, очень нелогичен в последнее время, рынок интересен такими взрывными событиями и непредвиденными динамиками, я хочу сказать то, что мы еще с вами уверен получим ралли на следующей неделе. И это ралли, я надеюсь, все-таки будет направлено на укрепление американца, но, как и днем ранее, я рекомендую вам держаться подальше от пары USD-иенов, потому что действительно велика вероятность отката. А рост американца отыграть сейчас в паре еще евро против доллара и с фунтом, потому что у нас вот два еще рисковых актива, мы видим то, что позиционно они снижаются, ну, до паритета, конечно же, евро не доберется до конца этого года, на это потребуется больше времени. А вот что касается фунта, отметка 1.21, то вполне возможно, потому что актуальные котировки сейчас попали у нас 1.22.86, и нам остается всего лишь 186 пунктов. Это ерунда для такого волатильного актива, как британец, особенно учитывая тот новостной фунт, с которым мы продолжаем работать сейчас. Поэтому для тех, кто хочет рискнуть, все-таки даже для самых рискованных трейдеров подержитесь, пожалуйста, подальше от USD-иена и рост американца отыгрывайте вот против его других рисковых инструментов, оппонентов, в данном случае вот эти активы, которые я обозначил. Что касается евро, здесь ключевой идеей по-прежнему остается банковский кризис в Италии. Вчера мы видели то, что спрос на европейскую валюту локально был значительным. Это реакция трейдеров на сообщение о том, что правительство Италии выделило 20 миллиардов евро для поддержания ликвидности банковского сектора. Но как только рынок осознал, что это капля в море, то, что одному Монте де Паши, который мы обсуждаем в последнее время, третий по величине итальянский банк, возможно, у него самые серьезные проблемы, одному ему только на ближайшие 4 месяца понадобится 10 миллиардов. И тут же трейдеры осознали, что ликвидности очень мало, и, конечно же, помочь всей банковской системе точно не удастся. Ну, только, может быть, системообразующим, важным банком, но проблемы есть и у других. Поэтому позитив практически быстро сошел на нет, и я думаю, что если бы в сутках было больше, чем 24 часа, мы бы и вовсе по евро ушли уже на отрицательную территорию. Я продолжаю делать ставку на то, что паритет неизбежен, поскольку все те факторы, за которые мы с вами цеплялись ранее, не сохраняем свою актуальность и дальше. Фунт против американцев уже в двух словах сказали, снижаемся, и, прежде всего, ищем поддержки от доллара, которые должны еще предпринять попытку под конец года переписать локальный максимум против ряда своих валютных оппонентов. Весьма интересно. Вчера смотрелась пара USDCAD, в принципе, потому что канализ был одним из вообще самых динамичных активов вчера, но и движение было супер предсказуемым. Как раз то, о чем мы с вами говорили. Даже еще до публикации данных по индексу потребительских цен и роничным продажам, USDCAD смогла практически добраться до отметки 1.35, что и было нашей с вами целью. Индекс потребительских цен, как важнейший отчет по Канаде, вчера указал на то, что в месячном выражении сектор ушел в зону дефляции, минус 0,4% против прошлого роста на 0,2. В годовом также спад 1,2 и 1,5. Те, кто забыл, напоминаю, что слова руководства банка Канады позволили нам в ходе прошлых комментариев делать акцент на то, что в случае снижения инфляционных ожиданий банк Канады будет готов проявить решительность с точки зрения дополнительного снижения процентной ставки. Мы помним то, что еще и матра экономическая картина не радует. В частности, сегодня у нас данные по ВВП Канады. Я думаю, что мы получим слабую цифру, которая станет подтверждением прошлых релизов и отражением слабой потребительской активности. И, соответственно, по паре USDCAD будут возможности подрасти еще выше. Но это для тех трейдеров, которые не вышли по профиту 1,35 и продолжают удерживать длинные позиции. Я же все-таки рекомендую покинуть и эту валютную пару, сказав рынку спасибо за то, что нам удалось в очередной раз коснуться сопротивления 1,35. По остальным валютным парам, по новозеландцу, мы с вами уже добрались до 0,70. Сейчас актив торгуется против доллара уже ниже этого уровня. 0,6901 котировки. По австралийцу у нас 0,7197. Мы также с вами в профите. Американский фондовый рынок 2,258. Небольшое снижение и причина для давления иска со стороны компании Nokia в адрес яблочного, конечно же, в кавычках, гиганта Apple. И этот иск связан с нарушением патентных прав. Но я думаю, что его очень быстро, скажем так, замнут. И он не будет иметь какого-то стратегического положения и влияния ключевые бенчмарки американского фондового рынка. Поэтому технологический сектор у нас сегодня, на следующей неделе очень быстренько оправится, пойдет вверх и, соответственно, потащит за собой и индекс S&P. Наша с вами цель 2300. Неизменно ждем прихода к власти Трампа уже официально. Ждем реформы, ждем переписи, соответственно, нового исторического максимума. Золото против доллара 1131 доллар за тройскую унцию. Ждем 1100, несмотря на то, что кажется, что это очень амбициозная цель. Но не забывайте о том, что позиции доллара продолжат крикчать. И это уже произойдет, может быть, даже с еще большим размахом, еще более выраженной степени, уже в начале 2017 года, когда мы переключимся с вами уже на следующее заседание ПРС. Будем говорить снова о процентных ставках и о том, что произойдет с монетарной политикой и в целом с американской экономики после того, как Трамп начнет реформировать систему корпоративного налогообложения, проводить активное бюджетное стимулирование. Из важных отчетов сегодняшнего дня ждем ВВП. Англия в 12.30 по московскому времени. Слабые цифры могут стать еще большим опыльцем коррекции для британцев против доллара. И в 16.30 в ВВП Канаде также ждем слабый отчет и, по идее, движение пары USDCAD в район 1 от 36 и 21.00. Отчет Backer Plus по количеству нефтяных терминалов. Ждем поддержки для нашей идеи, связанной с ослаблением цен на черное золото. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия недели, попутного тренда, хороших выходных. И, соответственно, до встречи уже в понедельник в 9.30 по московскому времени через Фейскоп. Всего доброго. До свидания.